Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья, мы приветствуем всех поклонников зимних видов спорта и приглашаем вас, уважаемые болельщики, в немецкий Оберсдорф на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Сегодня раунд соревнований. Вот он, этот трамплин. Давайте о погодных условиях. Сейчас минус 2 градуса температура снега, температура воздуха плюс 10. В Германии уже самая настоящая весна. Ну и если говорить о трамплине, то его хиллсайз 137 метров и копой. В личных соревнованиях, как выступила она в командных соревнованиях, Словения, Австрия, пожалуй, Норвегия. Это те страны, которые реально будут претендовать на победу. Ну и представительницы этих стран, конечно же, будут претендовать на победу. Плюс не забываем о команде Японии. Она тоже представлена большим количеством спортсменок, которые будут сегодня выступать. И, конечно же, очень интересно будет понаблюдать, в том числе и за выступлениями Японок. Вот вы стартовый лист сейчас видите на своих экранах. 51 девушка у нас заявлена в стартовом протоколе. На самом деле это достаточно неплохо. Все-таки мы понимаем, что у девушек конкуренция в прыжках на лыжах с трамплина. Она поменьше, чем у мужчин. Да и, наверное, спортсменок, которые реально бьются за награды чемпионата их мира, их тоже поменьше. Если сравнивать с мужской частью соревнований. Но, с другой стороны, здесь тоже могут быть какие-то сенсации. Все-таки в разных женских видах спорта такое частенько случается. Ну и вот Ника Кришнер у нас... Первая участница сегодняшних соревнований у нас стартовые ворота номер 27. Вероника Янчева из сборной команды Чехии. Она открывает сегодняшние соревнования. Ветер в спину. Соответственно, будет плюсовая поправка на ветер. Ну и здесь прыжок у чешской спортсменки получается, скажем прямо, совсем неудачным. Уж слишком малое количество метров она... Посмотрим. Посмотрим, как будут прыгать остальные. Поправка на ветер мы видим 11,4 и 45,1 балла. Это те очки, которые получает чешская спортсменка. Ну, ничего выдающегося я еще расскажу. В выступлении Вероники мы с вами не увидели. Дальше Анна Хоффман из сборной команды Соединенных Штатов Америки. Ну, вообще, американки тоже не особо сильны, конечно, в этом виде программы. Но, тем не менее, все-таки, если говорить о сборной США, то здесь больше каких-то сюрпризов на один метр. Дальше она улетает даже... Ну и поправка на ветер, опять же, плюс 13,6. Поправка очень большая. Но здесь и в предыдущие дни ветер был в основном в спину, да. То есть он как бы прибивал спортсмена к столу приземления. Дальше девушка из сборной команды Румынии Андрея Трамбитас. Третий стартовый номер. Если говорить о румынской команде, то мы все прекрасно понимаем, что эти девушки у нас, ну, наверное, все-таки пока участвуют в чемпионате мира. Главное, что никакого падения не было. Но Андрея 38,6. Это те баллы, которые она получает по итогам своего сегодняшнего прыжка. Дальше. Команда Венгрии. Вира Кворос. Ну, кстати, ни Янчева, ни Трамбитас, ни Ворос. Они не выступали в основном раунде, в соревнованиях на нормальном трамплине. Не прошли квалификационный отбор. Посмотрим, удастся ли им это сделать. И вот по нарастающей, что называется, потому что лидер общего зачета Кубка мира, Ника Кришнер, она будет стартовать сегодня последней, 51-й. Ну, 51-й это пока так заявлено, поскольку, может быть, кто-то на старт не выйдет. Посмотрим. Астрид Норстед из сборной команды Швеции. Ну, вот эта страна уже, если мы говорим о выступлениях на чемпионатах мира, более нам привычно, нежели Румыния и Венгрия. Но Астрид все-таки не относится к числу спортсменок, которые... ...метров улетает Астрид Норстед. Ее результат 46,2 балла при плюсовой поправке на ветер 12,3. Соответственно, она почти 4 балла проигрывает американке Анни Хоффман. Николь Морер из сборной команды Канады. Много североамериканских девушек в начале соревнования. Но так было и на нормальном трамплине. Так есть и сейчас. 92,92 километра в час, даже чуть больше. Ее скорость в момент отрыва от самого трамплина. Но сам полет получился недалеким. Притом, что поправка на ветер была не самая большая сегодня. И 29,2. Это, конечно, результат, ну, мягко говоря, не самый хороший. 73 метра она показала. Пока это самые скромные метры. Меньше всех она пролетела. Пейдж Джонс из сборной Соединенных Штатов Америки. Вот ее мы в основном раунде видели на нормальном трамплине. У нее здесь правая нога немножко ушла. И уже практически на ребро встала. Но на данный момент она должна лидировать. Да, даже плюс 14,6. 67,4. Итак, американка пока лидирует. Ну, две американки. Пейдж Джонс и Анна Хоффман. Правда, между ними больше 17 баллов. Дальше девушка из Казахстана. Дайана Пеха. 92,6 километра в час. Но прыжок очень скромным получается. К сожалению для Дайаны. Ну, понятно, что здесь самое малое количество баллов, которое только возможно. Эбигл Стрейт из команды Канады. Вот Эбигл Стрейт мы с вами тоже видели в основном раунде на нормальном трамплине. На первом старте у женщин здесь, в рамках чемпионата мира. Ну, и Эбигл Стрейт не так уж и плохо там выступил. Выступила в свою силу. И, насколько я помню, она даже во вторую попытку прошла. Здесь у нее прыжок, я думаю, что должен быть, наверное, в районе. Лидировала по этому показателю. У нее 91 метр был. Ну, а сейчас 100,5. И понятно, что Эбигл Стрейт с результатом 84,3 балла будет первой. И она почти на 17 очков на данный момент опережает Пейдж Джонс. Дальше Фрида Вестман из сборной команды Швеции. Еще одна шведская спортсменка. Но шведки здесь, я честно скажу, не особо впечатляют. Да, наверное, если мы говорим там о лыжной сборной, там у шведок очень хорошие шансы на то, чтобы выиграть и чемпионат, и эстафет. И часть там то ли порыв был такой просто, либо сама Фрида Вестман не справилась. Но у нее 50,3 десяточки, плюс 12,8 поправка на ветер. И 85 метров, которые она показала. Там были технические ошибки, конечно. Конечно, Александрия Лотит из сборной команды Канады. И еще одна девушка, представляющая эту североамериканскую страну. 93,4 километра в час. Ее скорость в момент отрыва от стола. Ну и смотрим на... При приземлении какую-то колоссальную нагрузку испытала. 61 балл всего лишь у Александрии. Но она третья на данный момент. Понятно, что будет еще, конечно, дальше вниз проваливаться. Потому что все самые главные соперницы, они еще впереди. Все более сильные соперницы впереди. Потому что главные для Лути все-таки, наверное, это как раз ее соотечественницы. Плюс девушки-американки. Плюс Швеция, Финляндия и так далее. Кстати, Финка у нас сейчас прыгает. Сюзанна Форстрюм. Вот такие жернова квалификации. Но на третьем месте не слишком довольна, конечно, Сюзанна своим выступлением. Скажем так, своим прыжком. Дальше у нас Штепанка Птачкова из команды Чехии. У нас чешская спортсменка открывала сегодняшние соревнования. И вот ее подруга по сборной. Штепанка Птачкова. У нее также ветер в спину. Также он немножко мешает. Ну где там, в районе 90 метров, да, будет прыжок. И пятый результат с оценкой 58,2. Ну, пока тяжело, конечно. Польша это, ну, можно, наверное, сказать, что великая прыжковая держава. Но если это относится к мужским соревнованиям, там и легендарный Адам Малыш и множество его соотечественников. Но здесь, здесь у польской команды пока в женской до медали ей далеко. Это 14-й стартовый номер Николь Кондерла и Пейдж Джонс. Да, вот сейчас Кондерла 64,7. Ну, в принципе, 19,6 отставаний не так много. Впрочем, посмотрим, как будут прыгать лидеры сегодняшнего дня. Анника Бейлшоу, еще одна американка. У нас сейчас такое мощное представительство США и Канады будет, потому что сразу четыре спортсменки представляют два этих государства. Ну, три, точнее, да, в равновесии. Фактически на одной правой ноге американка. 58,9 балла. Это тот результат, который она продемонстрировала. Дальше Натали Айлерс. Вот еще одна девушка из сборной команды Канады. Канада тоже берет многочисленность у своей команды. Ну, если мы говорим про Натали Айлерс. Да, этапа, который в Словении проходил. Ну, там в командных соревнованиях она выступала. Так сочетает выступления в Кубке мира и в Кубке ФИС Натали Айлерс. Ну, здесь чемпионат мира, да, понятно, что здесь квота больше. Ну, какая дистанция в итоге у Айлерс? 89 метров. И в таблице на данный момент она, конечно, вне пятерки. Она шестая, если бы не попасть в основной раунд. Да, скорее всего, так и происходит. Хотя, хотя посмотрим, кто дальше будет прыгать. Так, еще одна польская спортсменка. Кинга Райда. Ее мы в основном раунде на нормальном трамплине не видели. Не смогла она там пройти квалификацию. Ее полет. Ну, и она пока вторая. Как раз позади и стрейд. Даже при поправке 12.2. Ну, 12.2 сегодня это не максимальная поправка на ветер. Камила Карпелли с команды Польши. Вот опять две девушки подряд, представляющие одну страну. Ух ты, какая у нее здесь интересная полетная фаза получилась. Лыжи параллельно друг к другу. Ну, шестая. Шестая. 61,5 балл. Нормально. 22,8 отставания от Эбигл Стрейд на данный момент. Анна Шпынева из сборной команды России. Ну, российская спортсменка. Понятно, да, что есть у нас зрители, которые в том числе и за российскую команду переживают. Ну, вот давайте прыжок Анны посмотрим. Ой, хороший прыжок, да, на первое. Плюс, обратите внимание, что поправочка на ветер была всего лишь 9,5. По сегодняшнему дню это мало. И у Анны Шпыневой получается 91,4 балла. Анна Твардаш дальше стартует. Твардаш на нормальном трамплине выступала в основном раунде. А не только в квалификации. Она квалификационная сита прошла. У нас и так незаметно немножко ушла. Но я думаю, что будут неплохие баллы. Правда, поправочка побольше. 82,7. Она пока в районе третьего места у нас располагается. Со своим результатом. Дженни Раутио Нахо из команды Финляндии. 24-летняя спортсменка из Рова-Ниеми. И четвертый результат у нее на данный момент. Поправка на ветер плюс 11. 77,9 балла. Ну, я думаю, что Раутио Нахо должна, конечно, пройти вот этот квалификационный отбор с таким прыжком. Да, 13,5 у нее отставание от Анны Шпыневой по количеству очков, которые судьи присудили. Но, тем не менее, Даниэла Хараламби из команды Румынии. Даниэла также смогла пройти ситоквалификации в... 72,9 ее квалификационный результат. Ну, судя по улыбке, мне кажется, что довольна она тем, как для нее сложилась эта прыжковая часть сегодня. Дальше Юлиана Зайфорд из сборной команды Германии. Ну, вот, первая из немок сегодня стартует. Опытнейшая спортсменка из Айзенаха. 31-летняя. Двукратка очень и очень сильная. И она первая. 108,5 метров ее результаты. 101,2 десяточки у нее. Да, здесь безоговорочное лидерство, понятно, у немки. Каролина Индрачкова из сборной команды Чехии. Посмотрим на то, как прыгнет Каролин. Сейчас, ой, ну и ветер. Ветер мешает или, может быть, какая-то своя не слишком хорошая форма. Но прямо видно было, да, что будет бороться за медали. Шестая, шестая Каролина и 77 баллов ровно. Ее результат 24 очка и две десяточки отставания от Юлиан Зайфорд. Дальше Клара Ульрихова из команды Чехии. Еще одна чешская спортсменка. Неплохая скорость у нее на трамплине. Ну и ждем резы много сегодня. Ну, чешская команда была восьмой. В командных соревнованиях, да, в предыдущем старте у девушек здесь на чемпионате мира. Так, ну и кто дальше? Каори Ивабучи. Вот и первая представительница сборной команды Японии. Говорила вам о том, что японская команда очень сильна. Но Каори, она явно, конечно, не первый номер сборной Японии. Тем не менее, японки могут побороться за медаль в нормальном трамплине. Шестой результат у нее, 99 метров. Далее Юлия Кюккенен. Еще одна финская спортсменка. И опять ветер в спину здесь. Но у нее, кстати, скорость на разгоне выше. И полет-то очень хорошим получается, как мне кажется. Может быть, Юлия довольна своим прыжком. Смотрим мы на тренера. 110 и повыше. 106,6. Да, она первая. 106,6. Она первая. Ну, понятно, что там лидеры будут прыгать, я думаю, в районе 120 метров. А может и дальше. Но посмотрим. Посмотрим, как все сложится для Кюккенен. Ирма Махини еще одна российская спортсменка. И ее прыжок. Другая россиянка Анна Шпынеа выступила неплохо пока на четвертой позиции. У нее текущий четвертый результат с результатом 91,4 десятки. Но вот что касается... Не уверен я, что это будет хороший результат. Ну, 11 место. Причем и поправка на ветер еще была большая. Видите, 15. Но, тем не менее, тем 74 и одна десяточка. Ирма также, судя по всему, у нас квалифицируется в основной раунд. Ну, я думаю, мало кто в этом сомневался. Дальше. Луиза Герлих из команды Германии. Посмотрим на результат немки. Молодая. Но, Луиза Герлих у нас вторая с результатом 105,9 балла на данный момент. Вот молодое поколение немецкой команды. Далее у нас еще одна россиянка Софья Тихонова. 31-й стартовый номер. У нас настолько быстро сегодня проходит соревнование, даже что вроде бы только-только квалификация началась, а уже 30-е номера. Ну, Тихонов, мне показалось, немножко приземление было смазанное такое. Ну, посмотрев ровно у Герлих. Ну, Софья Тихонова 109 метров, но четвертое место. Там поправка на ветер 11,8 и 97,5 очков ей, судя, показали. И 9 баллов отставания от Юлии Кюканин. Но, тем не менее, это тоже квалификационный результат. Джозефин Пажнье из команды Франции. Смотрим на французскую прыгунью. У нее прыжок поскромнее. У нее прыжок поскромнее получается. Девая нога немножко ушла. Но поправка на ветер, опять же, большая. Тут 15,4. 93,8 балла. Анна Оединстрюм из норвежской команды. Норвежки, кстати говоря, очень хорошо прыгали. Что в командных соревнованиях, что в личных. Ну, вот как раз к Анне это, наверное, в меньшей степени относится. Все полеты эти 92 метра. Ну, и если говорить о... 16 результат, соответственно, по очкам, которые она получает, 70,3 балла. Вот и Миньян Берсетт, еще одна норвежка. Она в целом прыгает получше, чем ее соотечественница. Ну, тоже все-таки не всегда стабильная еще молодая девушка. 2003 года рождения, да. То есть, вы понимаете. Но прыжок у нее очень хорошим получается. Чемпионка мира среди юниоров. Здесь уже в Оберсдорфе в составе своей команды. Она стала третьей в командных соревнованиях. Но здесь 128,9. Плюс небольшая поправка на ветер. Берсетт абсолютно точно заслуженно сейчас эти 123 метра пролетела. И такой высокий у нее балл по итогам ее прыжка. Верная Брэцел. Вот и славянки. Вот и сильные славянки пошли. Которые до последнего прыжка претендовали здесь на золото. И что Брэцел проходит. Да. Она вторая. 123 очка у нее. И почти на 6 очков она отстает от Берсетт. Но, тем не менее, квалификацию проходит. И проходит довольно-таки успешно и уверенно. Анна Рупрехт. Команда Германии. Смотрим мы на прыжок Анны. И на ее результат. Прежде всего, это в командных соревнованиях. Ну, пока третий результат у нее. 116,3. Немцы там выиграли. Катарина Альхаус, Маркус Айзен, Билклер, Анна Рупрехт и Карл Гайгер. Норвежские спортсмены были вторыми. Австрийские третьими. Но, тем не менее. Здесь уже одно золото имеет в копилке Анна Рупрехт. Полетная фаза. Поправка на ветер небольшая. 4,8 и 110 и 1, десятая. Кривалификационный результат. Джули и Клэр. Четвертая. Бьерсы первая. Пока Брецл вторая. Рупрех третий. Клэр четвертая. Кукканин пятая. Юки Ито. Вот и уже более сильные японки пошли. Ну, Юки Ито это, конечно, тоже касается. 94 км в час ее скорость на трамплине. Да, может быть, там самый далекий прыжок она сейчас нам не продемонстрировала. Но это очень стабилитет Вероника Йенчева, Вира Кворос, Андреа Трамбитас, Николь Мурер и Даяна Пеха. Седьмой результат у Юки Ито. Ну, кстати, ветер стал, видимо, не такой сильный, потому что поправочки на ветер минимальны. Теперь 4,2. Значит, несколько изменилась у нас все-таки погодная ситуация. На зоме Маруяма. 39-й стартовый номер у Назоми. 118,5 метров. Но Назоми тоже четвертый результат. У нее 115,5 очков при поправке на ветер 8 лет. Сейчас ветер, да, немножко стих, потому что уже и поправочки на ветер, вы видите, не такие большие, как были в самом начале. Чара Хельцель. Австрийская спортсменка. 23 года этой девушки. Киара Хельцель. Нормальный трамплин, но и вот здесь большой трамплин. Хельцель вторая. В итоге у нее 125 очков. Тут там тоже чуть было равновесие, она не потеряла. 122,5 метра ее результат. Результат Киары Хельцель. Дальше Софи Цорсхак. Это еще одна девушка, представляющая сборную команду Австрии. Вот у нее прыжок хорошим получается, как мне кажется. Хотя здесь уже совсем скоро основная группа будет. И действительно, Австрийки не зря доказывают это. И вот эта победа их здесь, уже в Германии, она это еще раз нам продемонстрировала. 2021 года. Итак, у нас 41 спортсменка уже отпрыгала. И остается еще 10 девушек. Следующая Урша Богатай из сборной команды Словении. Ну вот здесь уже самые сильные, самые сильные девушки, которые реально могут там за 120 метров улетать легко. Но здесь посмотрите, какой у Урши получается прыжок. Очень резко, да, так она на снег приземлилась. Но прыжок был очень хороший. 127 метров. 102 фрампли на его правый фланг, скажем так. Но 129,9 балла. На один балл, кстати говоря, она опережает. Ты убьешься всего лишь. Но убьешься более чистым прыжок получился, да. Может быть, таким менее рваным, что ли. Вот она, Катарина Альтхаус, чемпионка мира. Здесь, в Оберсдорфе, у себя дома, Катарина стала в составе сборной Германии. В составе смешанной команды Германии. Чемпионка мира впервые в своей карьере, кстати говоря. Полтая чемпионата мира в ее карьере. Но первая на немецкой земле и первая на этом чемпионате мира. Она первая. С 369 и 128 метров ее результат. У серебряного призера Олимпийских игр в Пхенчхане. Катарина Альтхаус одна из сильнейших девушек на данный момент. Ирина Аввакумова, россиянка. Ирина Аввакумова. Ее полет мы видим. Ну, прыжок, да, не самый далекий. Вообще, если говорить о баллах, то Альтхаус нес 36,9. На 7 очков отнесся это лучше Богата. И пока Бьерсы третья. По диссостоянию в том числе. Шестой результат у Аввакумова. И 120 очков ровно. Результат на 16,9. Отстает она от Альтхаус. Но главное, что квалификация вот таким вот образом пройдет. Дальше Марен Лунбилл. Марен Лунбилл. Это команда Норвегии. Это трехкратная обладательница Кубка мира. Это олимпийская чемпионка на нормальном трамплине. Это чемпионка мира на нормальном трамплине. В Зефельде у нее вообще три медали. Здесь в Оберсдорфе также уже три медали. Два серебра на нормальном трамплине в личном соревновании. Вторая она 134,4. Но надо сказать, что очень чистый прыжок получился, надо сказать. При большой поправке на ветер. Плюс еще и ворота. Плюс еще и ворота у нее другие. По сравнению с теми девушек, которые стартовали в самом начале. За то, что ворота чуть ниже, соответственно, уже 8,4 очка к очкам Даниила и Рашка Штольц будет прибавлено. Почти вся у нас первая десятка, так традиционно. Ворота сдвигает на две скамейки вниз. Для того, чтобы была бы сдвинута 10 результат у Рашка Штольц. 14,5 поправка на ветер и на гейт. Ну и 115,4 это результат ее. Только 10 пока у австрийки. Но, тем не менее, понятно, что еще главное действие будет дальше. Эмма Клиниц, вот она, чемпионка мира из сборной команды Словении. Потрясающий у нее был прыжок на нормальном трамплине. Потрясающая очень победа, очень красивая. Ну и здесь очень хороший прыжок. Ну, посмотрите, что творят славянки на этом чемпионате мира. Первая, первая Маклиниц, 148,8. Ну, здесь, конечно, безоговорочное лидерство. Я думаю, никто в этом не сомневается абсолютно. Марита Крамер, еще одна австрийская. 24-е ворота у нее. 24-й гейт. Ну, а помните, да, с какого гейт начинали первые спортсменки? С 27-го. Теперь вот уже 24-й. И здесь 12,6 будет по очкам. Только компенсация за скамейку. И далеко улетает Крамер. Далеко улетает Крамер с учетом того, что это 24-й гейт, а не 27-й. 137,5. Девятнах. Но выступает за команду Австрии. 153,3 очка. У нее по итогам ее прыжка. Ну, очень хороший прыжок, конечно, на 137,5 метров. Это что-то невообразимое. Дальше. Снова у нас 24-е стартовые ворота. Стартовая позиция 24-я. Это Сильи Опсет из сборной команды Норвегии. Посмотрим, куда норвежка улетит. У нее прыжок значительно меньше получается. Да, будет хорошая компенсация за ворота. В большом трамплине они будут. 13-й результат у Сильи Опсет даже при компенсации в 18,7. Ну, прыжок не очень хороший получился по дальности, поэтому ничего удивительного в этом нет. А вот дальше. Сара Токанаши. Та девушка из Японии, которую здесь называют чуть ли не главным фаворитом. Токанаши выиграла медали на чемпионатах мира. Серебро, две бронзы, но ни разу не выигрывала индивидуальные старты на чемпионатах мира. У нее пока нету золота. И вот это, конечно, у нее в голове где-то сидит наверняка. 93,7. Так, ну какой будет стоги балл? 146,2 десяточки, да. Третий результат у нее. Позади Крамер, позади Клинец. Ну и лидер общего зачета Кубка мира Ника Крижнер. Ника Крижнер из сборной команды Словении. Компенсация за гей 12,6 у нее будет уже точно. Ну и куда улетает Крижнер? Ой, у Крижнер тоже прыжок не самый далекий сегодня. Ну больше соревнований начнется. 18,9 компенсация. Пятый результат 135,7. Ну вот как раз, да, на границе получается. Ника Крижнер пятая. Ну и что, Марита Крамер первая. 153,3 очка у нее. Эйма Клинец вторая. Сара Теканаши третья. Дальше Катарина Альтхаус. Ника Крижнер. Маран Лунбю, Урша Богатай. Теа Бьерсет, Киара Хельцель и Гернея Бреттс. Вот первая десятка. Ирина Авакумова в итоге 11-я. Анна Рупрых 12-я. Ирашка Штольф только 14-я, а Опсет 15-я. Юлия Кюканин, помните, который тоже первый такой был серьезный прыжок. Серьезная заявка на хорошие результаты на 18-я. Ну и кто не попадает? Это девушки, которые не попадают в число 40 сильнейших и которые не будут выступать в основном раунде. Субтитры создавал DimaTorzok